Добрый день. В эфире программа «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня гость в студии Николай Кручинкин. Николай Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с вами будем говорить не о музейных делах, хотя это ваша основная работа. Вы директор Мемориального музея трудового и боевого подвига. Мы сегодня будем говорить о выборах, потому что вы были доверенным лицом кандидата Путина. Скажите, как вы оцениваете выборы 2018? На мой взгляд, выборы прошли очень успешно, очень хорошо. Во-первых, Явка замечательная была и по России, и по Мордовии. Как всегда, Мордовия не подкачала. Ну и за кандидата, за Владимира Владимировича тоже достойное голосование было, хорошие результаты. Поэтому я, на мой взгляд, и самое главное, надо отметить, что у нас не было проколов, не было ни одного инцидента, чтобы вот что-то было непонятно. Почему вы все-таки выбрали Путина в качестве своего кандидата? Каковы его преимущества? Ну, во-первых, я за него голосую уже не первый раз. Вот на всех выборах я голосовал за него. И доверенным лицом уже на прошлых выборах я был и на этот раз. Вот поэтому выбор кандидата, и тем более из того списка, что был представлен кандидатов, здесь выбор был очевиден. Тем более мы с Владимиром Владимировичем, имею в виду Россия, живет не первый год, уже не первые десятилетия, поэтому видим, знаем его конкретные дела, именно не обещания, не слова, а именно дела. Вот, и поэтому вот это направление, этот человек по душе. И ведь каждый выбирает того, кому доверяет. Поэтому Владимир Владимирович, и я, и вся Россия, получилась, и доверяет. Изучали ли вы программы конкурентов? В чем были программы, может быть, схожи? И почему они все-таки не возымели успеха среди населения? Ведь все равно большинство проголосовали за Путина. Ну, понятно, во многих программах где-то что-то стыкуется, где-то что-то повторяется, и даже по высказываниям, смотрите, Жириновский постоянно говорил, рывок вперед, рывок вперед, и Владимир Владимирович тоже самое, и вперед продвижение. У остальных тоже что-то было позитивное. Хотя, вот, когда, ну, видим Собчак, видим еще некоторых людей, не хочется, не сразу ассоциация идет к 90-м годам. И поэтому тот, кто выбирал вот этих людей, они, наверняка, или не видели эти 90-е, или не жили в то время, или не знают, что там было. Вот, поэтому здесь и... А по-другим, допустим, Явлинский, я помню, в 90-е годы голосовал я за него, за его программу «500 дней». Тогда была эта программа новая, программа такая оптимистичная. Вот, ну, время показало, что вот на этом уровне, на этом месте нельзя стоять. И вот с того времени Григорий Алексеевич, он остался как бы в политике, но одно дело политика, другое дело конкретные дела. Вот по конкретным делам мы видим, что и у Жириновского, и у Явлинского, и прочих, они, больше слова, и дел конкретных не видно. А здесь конкретные, Владимир Владимирович, конкретные дела. Вот, поступательно, постепенно, тихонько, но вперед, и вперед, и вперед. — Какие функции были у Вас, как у доверенного лица? — Ну, когда нас собирали еще до выборов, задача ставилась, было прямым текстом сказано, что мы являемся лицом Владимира Владимировича в регионах. И поэтому то, что мы говорим, это как бы от его имени мы говорили. Поэтому первое было, это большая ответственность, как бы не подвести нашего кандидата. Ну, я думаю, вот с этим все справились, все доверенные лица. Вот, и здесь встречи с народом, встречи с людьми, встречи с коллективами, выступления на телевидении, на радио и так далее. В общем, основной, в принципе, и большой агитации не было, и не было такой установки, чтобы агитировать именно за конкретного кандидата. А надо было показывать именно результаты, именно, что было достигнуто вот за этот промежуток времени, то, что находился Владимир Владимирович власти. И вот благодаря этому видим поступательные движения, вот из двухтысячных годов и к нашему дню. Вот это дает оптимизм, дает повод к тому, что дальше будет так же продолжаться, дальше будем так и говорить. Вот об этом мы и говорили с людьми. Общались вы с людьми, я знаю, что была открыта приемная, приходили туда люди рассказывать о своих проблемах. Какие чаще всего вопросы просят решить? Ну, чаще всего были бытовые такие вопросы, локальные, которые можно было решить и здесь, и на уровне. И поэтому вот те наказы, которые поступали, они, естественно, будут теперь анализироваться. До окончания выборов же нельзя было давать неконкретных ответов, чтобы не было подкупа как бы. А теперь все эти наказы, ни один наказ не остался, ни одно обращение не осталось без внимания. Они будут проанализированы, будут по направлениям как бы разбиты и будет конкретно по ним и вести работа. Кстати, вот как раз и преимущество Владимира Владимировича и его команды власти в том, что ни один наказ не остается. И вот это выполнение наказов, это наказы от народа, наказы от людей. Вот поэтому они должны все исполняться. И мы помним по прошлому сроку, когда зеленые папки вручались губернаторам, и наверняка в этом году в этот период тоже будет что-то подобное. Может быть цвет папки поменяется. А вот эти наказы обязательно то, что губернского уровня должны губернаторы решать, то, что районного уровня должны районные власти решать, то, что уже в верхах. Хотя были наказы, которые касались и политического строя, и общественного порядка, и так далее. Само собой это будет принимать уже на федеральном уровне такие решения. Вы все-таки встречались с людьми. Скажите, уровень доверия к современной, к нынешней власти, он у населения не падает? Ну, тот факт, что по сравнению с прошлыми выборами и первыми, и вторыми, и вот последними выборами, у нас, во-первых, идет рост числа голосующих, это замечательно, то есть люди политически активные, людям неравнодушно, кто нами управляет, кто во главе стоит, это первое. Второе, то, что процент за Путина с каждыми выборами тоже растет, значит, народ доверяет. Ну, и тем самым его уровень власти, значит, в его лице и вся вертикаль власти получается. Поэтому, на мой взгляд, это вот люди доверяют этой власти, и, естественно, эта власть будет дальше работать и оправдывать вот это доверие. Мы говорим о позитивных переменах в жизни российского государства, в жизни граждан России, но ведь есть те, кто, например, могут парировать и говорить, посмотрите, что теперь творится в медицине. Вы закрывали локальные, например, какие-то больницы, поликлиники в сеглах, в районах, говорят, повышают зарплату, по факту получается, что ничего подобного. Ну, вот, что бы вы ответили на такие нападки? Ну, есть хорошая народная мудрость, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот, поэтому ошибки бывают, и я думаю, ошибка это не именно верхних эшелонов власти, а, может быть, чаще происходит от исполнителей на низах уже, вот, в регионах. И вот такие жалобы же не со всех регионов поступают, получается, выборочно. Поэтому где-то перестарались, где-то перестраховываются, где-то что-то, вот, и на это было обращено, вот, когда была встреча в январе еще с кандидатом тогда, Путиным, вот, он прямо сказал, что, вот, и конкретный вопрос по медицине стоял, что это безобразие то, что сейчас происходит, то, что сотворили с медициной, это безобразие. Надо исправлять, чтобы обязательно вот эти фельдшерские, акушерские пункты, они были доступны для населения, чтобы вот эта высокотехнологическая медицинская помощь должна быть доступной. Поэтому вот эти скорые, я помню, прямо там на встрече директору КАМАЗа дал задание, чтобы разработать КАМАЗы не только хорошие для ралли Париж-Дакар, а именно, чтобы с аппаратурой такие КАМАЗы могли доехать до любой отдаленной деревни со всеми установками, со всей аппаратурой и так далее. Вот, то, что если поселение около двух тысяч и в районе двух тысяч, обязательно там должна быть больница, ни в коем случае без больницы людей не оставлять и так далее. Вот, поэтому, я думаю, то, что были какие-то перегибы, перекосы, они будут постепенно решаться. Ну, те, кто голосовали за Путина, в любом случае на ближайшие шесть лет могут выдохнуть, быть спокойными за будущее, стабильное развитие нашей страны. Какие вы ожидания вкладываете в эти шесть лет? Что должно измениться? Ну, во-первых, я хочу отметить то, что больших-то перемен не хочется, потому что то, как мы стабильно идем, то, что у нас стабильность, то, что у нас надежность, то, что у нас идет авторитет и в мировом уровне, это надо только подкреплять и дальше-дальше продвигать. Вот, и может быть даже без резких рывков, без качков вот таких. Вот, ну, во всех посланиях, во всех речах Владимира Владимировича звучат слова, что первый, на первом месте у нас человек, поэтому все будет делаться для человека. Поэтому мы видим и последние годы идет, рост зарплаты, и какой форме, и какой, это уже другой вопрос. Тем не менее, он объективно, зарплата растет, объективно жизнь людей улучшается, и поэтому я смотрю на это оптимистично, что хуже у нас не будет, а только лучше, становится каждым годом лучше и лучше. Выборы закончились, ваши полномочия, я так понимаю, тоже, как доверенного лица? Изначально было определено, что доверенные лица до дня выборов. После дня выборов, как бы этот институт упраздняется, но вот после выборов уже была встреча с доверенными лицами, сначала со всеми, вот мы в Москве, 18 марта, 23 часа встречались Владимиром Владимировичем, вот, и его поздравляли, и он нас благодарил. Вот, и потом уже на следующий день у него была встреча с центральным штабом и лицами, вот, где было высказано предложение, чтобы вот этот институт доверенных лиц, эту команду сохранить и дальше. Вот, с тем, чтобы вот кроме вертикали власти, которая есть, нормально, хорошо работает, вот, была и вот такая еще взаимная, как бы, информация и прочее. Вот, поэтому Владимир Владимирович сказал, что предложение интересное, поэтому подумает. И есть видение, что вот доверенные лица, они таки останутся вот на весь этот срок и помогать будем Владимиру Владимировичу уже с мест где-то что-то. Так сказать, обратная связь с населением? Да, конечно. Что говорил Путин на встрече с доверенными лицами? Ну, самые первые слова, это большая благодарность всей команде, это и команда предвыборного штаба, это и, он потом, как бы, подчеркнул, что вся Россия, весь российский народ, это одна команда, мы одна команда. Поэтому вот эти слова были ключевые. Вот, и второе, что давайте всей командой, и не только те, кто сегодня голосовал за Путина, а потом увидели, когда была встреча у него с другими кандидатами, которые не прошли, вот, он их тоже попросил и предложил им, давайте работать вместе. Разные партии, несмотря на это, мы не будем решать локальные задачи, какие-то узкие задачи партийные, а работать на Россию, каждый на своем месте, работать на Россию, продвигать Россию вперед. Вот, и вот это основной элит мотив был. Спасибо вам большое, что вы были у нас в студии, я надеюсь, что вы в тесной связке со всеми доверенными лицами Мордовии и России будете приносить пользу нашему государству. Будем стараться. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Адина Мустаева, мы совсем скоро увидимся вновь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...